здравствуйте друзья мы выдвигаемся из города сани вэл к тихому океану туда город санта крус и по дороге поболтаем с вами о том что у нас тут впереди соединенных штатов вот буквально сегодня пятница в среду будет инаугурация новая администрация все дела и вопрос такой ну и чё дальше то будет но вот вообще экономически например да вот что будет надо сказать что вчера как раз байден выступал со своей экономической программы и у него большие планы по части потратить денег ну понятно что вот безработица мало того тут получается такая неприятность что этот коронавирус и просто так деньги вкладывать например в экономику в условиях когда люди из-за коронавируса не могут ходить по ресторанам там и как-то гостиницы там путешествия и так далее то есть какие-то секторы экономики просто подбиты и вот надо как-то одновременно все это решать нужны деньги и на борьбу с коронавирусом нужны деньги и субсидии предприятиям какие-то льготы и что там еще граждане да то есть администрации администрации байдена банк хотел 600 долларов на человека увеличить единоразовую выплату до двух тысяч на человека собственно трамп хотел а демократы поддержали что нет они добавят одну 400 чтобы стало 2 600 добавили на самом деле они еще хотят изменить немножко определение того кому давать эти деньги кому не давать то есть тоже интересно то есть получается что и скажем люди нормально зарабатывают и работу не теряли ничего и вот им все равно дают а те которые скажем потеряли им дают такую же сумму хотя у них как бы проблем гораздо больше но вот тем не менее тем нет нам с тобой точно не дадут но дело не в этом мы сейчас не про нас говорим мы про страну и вот в этих условиях как быть быть это значит заимствовать деньги то есть грубо говоря тратить больше чем страна имеет тратить больше чем страна имеет это хохмачка возникла во времена президента рейгана надо сказать что до рейгана а он стал президентом ну и избирался в 80-м году и там январе 81 стал президент прошел инаугурации вот как сейчас байден будет проходить солнышко тут светит ладно и вот значит до рейгана ситуация в стране было лет там но 15 такого плана там 12-15 лет ситуация была но очень хреново конец шестидесятых был страшным то есть там убили мартина лютера кинга убили роберта кеннеди который вот должен был стать кадетов президенты и потом скорее всего президент потом движение за там гражданские права война во вьетнаме страшное дело короче было все плохо и вот шла такая череда неудачных президентских таких дел когда вот никсон дам с его этим импичментом потом после него ford который в общем тоже так не очень удачно вот потом картер который всего один срок то есть все так катилась страна была недовольна страна была в плохом таком состоянии кризис доверия к власти финансовые какие-то неурядицы вот эти гражданские права и так далее так далее то есть такая была неприятная ситуация и в частности экономическая если вы помните вот был случай когда значит доллар оторвали от золотого стандарта вот как раз в то время это произошло инфляция ночью народ чувствовал себя неважно поэтому вот эти неудачные президентства и ford не не избрался то есть избирался не избрался а и после него картер тоже один срок там дальше не избрался картер он удивительнейшим образом умудрился нет не только давно внутри страны но на мировой арене то есть все что можно было проиграть там советскому союзу это с этим а союзником он все проиграл значит ангола никарагуа там позже что там только не было короче в этой ситуации становится президентом рейган 80-м году и рейган говорит давайте будем деньги одолжить вот возьмем там и напечатаем облигации и дальше на эти облигации будем жить положим их в экономику то что такое произойдет да и существенно что подойдет понизим налоги на предприятие на бизнес и уже на налоги были довольно высокими на сказать и понизим налоги и и за счет того что как бы мы налоги понизим предприятия начнут нанимать больше людей соответственно очень экономика приподнимет а то что они не дам не давно сяду бюджет недавносят бюджет но это не потом внизу за счет того что больше люди зарплату будут получать там и так далее ну и плюс одалживать конечно а еще у него был такой расход серьезный из непроизводительных это на оборонку ну сейчас уже люди говорят задним числом что вот если бы он этого не сделал то советский союз бы не надорвался с этими вот звездными войнами там и так далее но во всяком случае ему досталась очень сложная ситуация и он из нее по-своему как мог выходить то есть он накрутить накручивал очень резко накручивал военный бюджет он снизил налоги предприятием и действительно первый год там и может быть даже два по моему по моему дальше года не пошло действительно вроде бы он налоги снизил а поступление бюджет увеличились за счет того что как бы деловая активность развернул но в общем мы о чем сейчас говорим о том что вот они одалживали одалживали и одалживали и ему понравилось действительно ему понравилось одалживать потому что вроде как все довольны там там люди тратят но там какой-то где-то долг там растет но в конце концов ну ну растет долг когда-нибудь там глядишь кто-то но это же не мы и не сегодня а сегодня все довольны дальше значит потом был буш президент тоже одалживал потом был клинтон надо сказать что у демократов в отношении одалживание денег то есть скажем дефицитных бюджетов так то есть деньги государственный долг растет если бюджет дефицит у демократов в отношении наращивания долгов вообще нет такого комплекса стыдливости как у республиканцев то есть республиканцы они с одной стороны деньги в бюджете берут дефицит увеличивают с другой стороны они постоянно при этом покрикивают что они фискальные таки консерватец что они там за сбалансированный бюджет и так далее так далее и так так им как-то приходится одновременно говорит что они люди такие финансово строгие но при этом брать деньги у демократов нет такого нет такой мульки что они финансовые какие-то строгие а им даже оправдываться не надо они просто беру и все просто брали деньги. Но надо сказать, что при Клинтоне экономика настолько разыгралась там в конце, что даже последние пару лет его президентства бюджет был профицитным. То есть позитивный баланс был. То есть начал даже там на 3 копеечки сокращаться государственный долг. Но смотрите, что дальше происходит. Дальше мы имеем Буш 11 сентября. Оп-она! Экономический кризис. Потом на выходе Буша мы имеем, приходит Обама, да? И он прямо сразу в кризис. То есть кризис случился и через там 3-4 месяца Обама заступает на пост. Надо спасать рабочих, надо спасать там заводы автомобильные, надо спасать банки. И туда-сюда. Одалживаются миллиарды, 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 миллиарды. Очень много одалживается. Ну и соответственно, значит, покатилось, поехалось. Потом приходит Трамп. И опять начинает одалживать. То есть Трамп, даже по сравнению с Обамой, умудрился надалживать. Я не говорю про те заимствования, которые произошли в связи с ковидом, но даже без ковида. Если последний год Обамы, 2016, там был бюджет заложен 500 миллиардов, дефицит полтриллиона, то вот этот 20-й год был заложен без ковида, был заложен уже 1 триллион. 1 триллион. И если мы посмотрим на изменение дефицита в госбюджет, государственный долг, на государственный долг посмотрим, то в тот момент, когда Трамп стал президентом, государственный долг был где-то 20, по-моему, 20 триллионов, а сейчас он 27. То есть он на треть, за 4 года своего управления, он на треть увеличил государственный долг вместе с... вместе с... с ковидом, да. Ну и Обама тоже, он имел дело с такими, тяжелой очень рецессией, там, вот этим... кризисом и так далее. Значит, в общем, я к чему рассказываю? Что одалживание денег из бюджета и для демократов, и для республиканцев, но только демократы просто, а эти стыдливо, но берут бабки, берут бабки, это избавляет их от необходимости заниматься поиском ответа на вопрос, как сделать, чтобы экономика работала. Потому что экономика в принципиальном плане не в состоянии дать нам столько денег, сколько нужно для того, чтобы покрыть социальные нужды, оборонку, образование, там, я не знаю, в этом списке, там, велфер какой-нибудь, или фудстемпы, вообще там последнее место занимают. Короче, мы живем, как государство, непосредственно. Это происходит с, вот, считай, 80-х годов с президента Рейгана, и это всем абсолютно нравится, им очень нравится. причем сегодня цена обслуживания государственного долга, она ниже, чем была, например, при Обаме. Обама одалживал деньги под 3%, сейчас 1, всего 1%, то есть возвращать потом, ну, интереса меньше, банковского. Короче, к чему мы это все клоним, к тому, что нам говорят, что вот за 4 года, значит, Трампа, там, на 7 триллионов вырос государственный долг, но, скорее всего, у Байдена этот долг вырастет на еще более крупную сумму, потому что у Трампа, там, у него и кризис толком не было, да, экономика была в очень приличном состоянии, когда он ее принимал, у Обамы, а здесь над Байдену приходится иметь дело с серьезным кризисом, и вот пишут, что хуже, чем ему, досталось только Рузвельту, который принимал экономику в депрессии, которая уже была, в экономической, а вот у Байдена такая ситуация уступает по сложности Рузвельту, но, в общем, хреново, и плюс действительно экономическая проблема связана еще с вирусом, и вот надо все это вместе вытаскивать, и новые штаммы появляются, вообще там много непонятно чего, Байден предлагает сходу на 2 триллиона пакет помощи, это к тому триллиону, там, 900 миллиардов, который был принят худо-бедно, а не как-то так, совместными усилиями, я бы даже не сказал усилиями, а так судорогами, совместные судороги республиканцев и демократов в Конгрессе и Палате представителей привели к такому судорожному значит, решению, там, на 900 миллиардов, которое очень временное, на самом деле, она как бы, временность этого решения, она заложена, там, в частности, продлеваются бенефиты, связанные с потерей работы, вот, да, по безработице и так далее, вот эти дополнительные фишки, они продлеваются до, там, конца марта, понимаете, но, конец марта, а после конца марта, чего будет, то есть, все равно, все равно деньги нужны, там, некоторые возражения, которые со стороны республиканцев, сейчас идут, они говорят, ну, все-таки, 900 миллиардов, ты выделили, давайте посмотрим, как они сработают, вот, а дальше, значит, если надо будет, мы тогда будем смотреть, а если не надо будет, так и не будем смотреть, тут есть очень интересный политический аспект, значит, как я вам сказал, и демократы, и республиканцы норовят запустить руку в этот карман и использовать это дело для того, чтобы показать населению, что они хорошо управляются с экономикой и что надо за них еще раз проголосовать, а вот, например, Трамп очень гордился, что у него там безработица снизилась, но это произошло за счет катастрофического увеличения дефицита бюджета, он на одолженные деньги все это делал, это не то, что экономика стала лучше работать, понимаете, производительность труда как-то выросла, нифига, это вот на одолженные деньги, поэтому в плане политической борьбы, значит, та партия, которая в оппозиции, она пытается снизить по возможности объемы заимствования той партии, которая у власти, потому что в политическом плане, чем больше им удастся украсть, ну, в виде заимствования, тем легче им доказывать избирателю, что они хорошо управляют государством, понимаете, кто больше спер, тот лучше управляется государством, соответственно, вот сейчас, например, вот сейчас будет администрация Байдена, в чем состоит задача республиканцев, не дать Байдену заимствовать, не дать ему заемными деньгами произвести впечатление того, что ситуация улучшается, через два года снова выборы, уже меньше двух лет осталось, избирательная кампания начнется, ну, меньше, чем через полтора года, их задача не дать Байдену потратить денег, не дать ему улучшить, ну, не то, что экономику, но, в основном, положение людей, которые, значит, там есть, и, соответственно, значит, вот, а потом уже прийти к власти и уже начать одалживать больше денег и объяснять всем, как они хорошо управляют сэкономикой. Поэтому, в частности, это моя трактовка, я не возьмусь утверждать, поскольку там за ноги не держал, но я думаю, что вот это нежелание республиканцев в последние месяцы, там, правления администрации Трампа, уже после того, как выборы прошли, их нежелание выделять больше денег на помощь, там, с этим ковидом и так далее, в частности, связано с тем, чтобы лишить Байдена возможности что-то сделать с этими деньгами, что позволит ему, ну, каких-то успехов добиться в глазах населения. Я подчеркиваю, в глазах населения, потому что то, что в экономике происходит, население не знает и не понимает. Они не понимают, что там, им дали 3 рубля, а в это время 10 рублей, им записали в долг. Этого не понимает никто. Они видят 3 рубля. Вот. А то, что, а то, что они теперь должны 10, они не знают. И вот в эту видимость идет борьба за неодалживание денег другой стороной. Естественно, это все еще происходит под крики, ну, с республиканской стороны. Это подходит вот под эти мансы по поводу того, что они не позволят страну разорять, что это какое безобразие, как это можно вообще деньги и кто это безответственность, финансовая такая сяка и так далее. Это все абсолютный булшет, потому что они сами делают ровно еще там то же самое, абсолютно не стесняясь. Вот. Но, еще раз, стыдливую такую гримасу, когда они делают у них гримаса стыдливая, когда демократы это сделают, у них обличительная такая речь, у республиканцев речь обличительная. А у демократов, они говорят, ну, для народа же, не себе в карман берем. Это все для народа. Вот. Это, Обама Кир, на который денег не было. Вот. Они там, а все для народа, там, все из бюджета. Короче, страна не, не зарабатывает того, что тратит. Это правда. И вот, где выход из этого в долгосрочной перспективе непонятно, потому что абсолютно никому не нужно, ну, на высоком уровне решать задачу экономики, повышения эффективности экономики, чтобы действительно страна зарабатывала столько, сколько мы хотим потратить. Потому что тут одолжили, вот, а через 4 года, или там, через 8, или там, ну, в конце концов, те, кто будет через 4 года, пусть они думают, но в конце концов, нам сегодня нужно показать. вот такая вот интересная история. Поэтому с точки зрения развития дальнейших событий, я просто хочу, чтобы вы, как бы, держали, так сказать, в уме то, что я вам сейчас сказал, и вы будете видеть, как демократы норовят какой-то очередной пакет там помощи выбить. А республиканцы будут, конечно, это безответственно, они будут говорить, что надо посмотреть, как сработали те, какая бы ни была аргументация, их задача лишить Байдена возможности проявить себя эффективным как бы президентом через меньше, чем 2 года, когда будут очередные выборы и так далее. Задача Байдена, наоборот, надалживать как нужно больше денег, на эти деньги там как-то показать, что не все так плохо и выкинуть, ну не то, что выкинуть, сейчас большинство и так в Сенате и в Палате представителей у демократов, но во всяком случае увеличить это большинство, потому что в Сенате у них вообще какое-то не большинство, а черте что, там 50 на 50 плюс виспрезидент. В Палате представителей там у них тоже там очень мало незначительный перевес. Чем менее значительный перевес, тем сложнее проводить большие существенные реформы. Например, реформа иммиграционная, она такая сложная, что либо надо договариваться с двумя партиями, а с двумя партиями договариваться, это значит, реформа толком не будет, а будет черти что, потому что у них не получается договориться. Вот, а своими силами у них тоже не получается. Короче, вот такая вот история. поэтому такая картиночка я вот вам нарисовал. Еще Байден не заступил на должность, но в общем заступит. Я надеюсь, что все будет тихо, спокойно. Полиции нагнали, национальные гвардии. Они тут сейчас их больше там в Вашингтоне, чем обычно присутствующих на инаугурации. там, ну я условно говорю, но там много, много войск ожидают провокации вооруженных каких-то действий там и так далее, и так далее. Ну, посмотрим. Я надеюсь, что все будет спокойно, как уже они должны быть готовы. Все, ребят, счастливо, и мы продолжаем движение в сторону города Санта-Круз. А так вот, тема наша закончена. Счастливо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!